Я только сейчас советую, я думаю, что лучше продать. Ну, мне кажется, нет, подождите, я такая конкурсная. Это особо. Ну, вот так сейчас. Вот сейчас, цветы. Коля, поставь куда-нибудь. Вот с кассетами просто прожить. Да. И знаешь, что я думаю? Надо эту палку, да? Знаешь, давай положим ее тоже туда, по мне. Я думаю, что я буду входит. А сколько телефон? Часто не нужно. Алло. Ну, все, я вас уже снимаю. Добрый вечер. Меня зовут Михаил Домовенко. Все зовут меня Майк. Я играю в ленинградской рок-группе «Заофарм». Сейчас, по просьбе Наташи, я хотел бы спеть несколько песен. К сожалению, это будут старые песни, потому что все последние, в общем, они написаны для группы. Они более или менее такие электрические песни. Они требуют, ну, отрезвенные аранжировки, гитары и так далее. Мы, в принципе, рок-н-ролльные группы. Но у меня есть отрезвенные какие-то акустические произведения, которые я, вероятно, сейчас и спою. Кое-что, может быть, я спою из того, что мы играем именно группой, но чуточку по-другому. Я специально не готовился, я могу сказать. Я очень давно не играл акустических концертов, поэтому некоторые песни я помню достаточно плохо. Так что, если я буду что-то забывать, как говорил товарищ Хвостенко, ох, что-то побед слабо. Вот, да я попробую. Я начну с песенки, которую я люблю до сих пор. Она очень старая. Из-за этой песни мы имели в свое время массу неприятности, когда наша любимая ленинградская молодежная газета «Смена». Из-за этой песни нас просто смешалась с дерьмом, обвинив нас во всех, так сказать, грехах возможных и невозможных. На самом деле, это достаточно альтруистичная песня. И мой один знакомый, он никто иной, как профессор психологии Калининградского университета, он сказал, что это просто краткое введение в психологию. Песня у нас одного из годов очень много. Нам всем нужен кто-то, кого бы мы могли любить. И если хочешь, ты можешь полюбить меня. И нам всем бывает нужно, кого-то побить, помочь в такой чистке и даже убить. И если хочешь, ты можешь полюбить меня. И нам всем бывает нужно, поплаком за кому-то в жилет. И если хочешь, ты можешь все в жилет у меня. И нам всем так важно быть лучше других, умнее, красивее и сильнее других. И если хочешь, ты можешь быть лучше меня. Но если вдруг мы все станем в чем-то лучше, Я дам тебе шанс и ты сможешь дать мне бой. Я дам тебе место за своей спиной. Так думай, 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 что же делать со мной. Думай, 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 со своей головой. Мы можем быть с тобой, но мы не будем быть с тобой. И нам всем бывает нужно под кем-то посмеяться. И если хочешь, ты можешь засмеять с меня. Так наставь мне рога и пеши мне хвост. Вперед, детка, не взорми мой мозг. Но если хочешь, ты можешь забрать с меня. И чтобы жить, нам нужно жрать. А по ночам нужно крепко спать. И если хочешь, ты можешь спать рядом со мной. И нам всем нужен кто-то, кто бы нас влюбил. Всем нужен кто-то, кто бы нас влюбил. И если хочешь, я полюблю тебя. Но если вдруг мы все станем в чем-то лучше. Я дам тебе шанс, и ты сможешь дать мне боль. Я дам тебе место за своей спиной. Так думай, 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 что же делать со мной. Так думай, 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 своей головой. Мы можем быть с тобой, но мы не будем петь с тобой. Такой старый рок-н-ролл, который основан на традиционной блюзовой фразе Everybody needs somebody to love. Ну что ж, как мне с баладочкой. Вот, по просьбе. Я привык к тому, что всю жизнь мне везло. Но я поставил на двойку, а вышел зеро. И вон самоубийца берется за перо и пишет. Скрип пера по бумаге, как тридцсмертный хрип. Мой брат был героем, но он тоже погиб. И я кричу, но ты не слышишь мой крик, и никто не слышит. Я встаю, я подхожу к открытому окну, Вызывая тем самым весь мир на войну. Я взрываю мосты, но я никак не пойму, кто их строил. И последний автобус ушел уже давно. И денег на такси у меня нет все равно. Я видел все это когда-то в кино, и все равно я расстроил. Но не пугайся, если вдруг кто-то услышит ночью. Странный звук все в порядке. Просто у меня открылись старые рады. И даже тишина звенит в моих ушах. И стрелки, как часы, застыли в часах. И дым в глазах, и цепь на руках, и нечего есть. Но все будет так, как оно быть должно. Все будет именно так, другого не дано. И все же, как бы я хотел, чтобы ты была здесь. 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 Но я пишу стихи всю ночь напролет. Знаю на период, что их никто не прочтет. Зачем я жду рассвета? Рассвет не придет. Кому нужен? Слава Богу, осталась бутылка вина. Но как странно ползет на стену стена. Я посреди этих стен, но я сам виноват. И кто нужен? Служен. Но не пугайся, если вдруг кто-то слышит ночью. Странный звук все в порядке. Просто у меня открылись старые рады. Но на завтра ожидается брачный прогноз. К тому же я остался без папироз. И в каждой клетке нервов горит свой вопрос. Но ответ не найти. Но так ли я уверен, что мне нужно ждать ответ? Просто я честь мира, которого нет. Мой последний куплет давно уже спет. Мой последний шагер – немысливый бред. Так было так и есть, так будет много-много лет. И нет, другого пути нет. Но не пугайся, если вдруг кто-то слышит ночью. Странный звук все в порядке. Просто у меня открылись старые рады. Так будет много-много лет ещё. Мой последний шагер – Открой бутылку, треснем зелье Необходимо ликвидировать похмелье Иначе будет тяжело прожить этот день Как вкусно пахнет, явно щами Мой разум занят очень странными вещами И я ничего не хочу, но я владел лень Я ничего не обещал тебе, и ты мне ничего не должна Но мы живем друг друга, наверное, да Ведь сночь была так нежна Немножко кофе, немножко секса, совсем чуть-чуть Тираном замру с Рекса, отборивый молоток За окном звучит почти как Стив Дух Это перекусание из группы тираном замру с Рекс Открой окно, как-то погода Чуть-чуть прохладно, что ж такое время год Но мне пока что зимой, в кольце твоих рук Холодный душ, горячий завтрак И мы идем гулять Но скажи, почему меня бросает дрожь Когда ты пытаешься меня обвинять слов Корозенькая песня Ну что ж, еще балладочка Такая она посвящена одной моей старой знакомой Которые сейчас переживают По непонятным для меня причинам Западной Берлины Когда-то мы с ними были очень дружно Песня называется «Женщина» Твоя кровь, как хлеб Твоя плоть, как вино И лески твоих писем, как жесть Твои сны, как молитвы Лицо, как стекло И твои оскорбления, как лесть Но кто здесь есть, кто сможет изменить тебя Кто здесь есть, кто сможет победить тебя Но я бы не стал завидовать им Хоть на их месте мог быть И я прости, но мне жаль тебя Ты умеешь быть слабой И ты умеешь быть злой И ты умеешь не верить словам Но ты не умеешь Брать саму все Зато ты верешь, что честьяна Кто здесь есть, кто сможет Наказать тебя Кто здесь есть, кто сможет Отказать тебе Но я бы не стал завидовать им На их месте мог быть И я прости, но мне жаль тебя И в твоей колоде не хватает дуза И Джокером служит в море И имя с знакомцем твоим легион Но друзей, пожалуй, что нет Но кто здесь есть, кто сможет Изменить тебя Кто здесь есть, кто сможет Держать тебя Но я бы не стал завидовать им На их месте мог быть И я прости, но мне жаль тебя Ты всегда найдешь тех Кто накормит тебя И взамен ты кинешь им гость Тем, чей ветер наполнит твои глаза Тем, чей крест Примет твой гость Ты всегда найдешь тех Кто поможет тебе Кто возьмет на себя Твою боль Тех, кто будет ранен В твоей войне Ты насыпешь им раной соль Но кто здесь есть, кто сможет Влюбить тебя Не за то, чего в тебе нет А за то, что ты есть Кто здесь есть, кто сможет Убедить тебя В том, что в общем ты Такая же, как все Но я бы не стал завидовать им Хоть на их месте мог быть И я прости, но мне жаль тебя Следующий номер будет Опять-таки достаточно старым Он посвящается Как мы сейчас Эту песню очень долго нельзя было петь Спить можно Уже года два, наверное Это был своего рода Такой подпольный хит Такой underground хит Как мы ее сейчас объявляем Эта песня посвящается Нашему потерянному поколению Времен застой Песня называется Пригородный блюз Принесывает очень электрический Такой панк-рок Может быть даже подделка Под панк-рок Я скорее так бы сказал Но песня вот такая Я сижу в сантиле И читаю Роллинг-Стоу Ветничком на кухне Разливается ногой Веросвит на чердаке Хотя орет магнитофон Ее давно пора будить Но это будет пометон Дождь идет такой день Нужно спать Спать в лень Хочется курить Но не осталось Папироз Я боюсь спать Но верный антроц Судя нет Зато есть Пригородный блюз Какая дочь и лиха Звонит мне третий раз Они у меня тошли Дождь уже не верить Вы все говорили Я ненавижу Не люблю И не хочу Я говорю Меня здесь нет Я давно ушел Хочу Просто валю Телефон Иду Убиться в вагон Хочется курить Но не осталось Папироз Я боюсь спить Снова я боя Трус Телефон Я забываю Здесь пригородный блюз Часы пробили ровно Четырнадцать часов Венечком За сумку Старой И не без речки Словно Деду Стар Бокентош Это час Был такой Время Раз лес Лучше Так Что царит Нам плот Двадцать лет Как грех Двадцать лет Тротт Двадцать лет Двадцать лет Один отверг Почет Целую Но не осталось куперс Я боюсь жить, что я боялся Телебица, то есть преградный пульс Эх, да я боюсь думать Я боюсь спать Я боюсь спить Я боюсь жить Наверное, трус мы что же Денег нет, зато есть Треградный пульс Так, будут теперь сейчас песни повеселей Которые нуждаются в небольшом предисловии Опять-таки старая песня, если я вспомню до конца Эта песня посвящается всем Тем людям, которые Увлекаются восточными религиями Я очень хорошо отношусь Этим делам У меня сестра, кстати, Большой специалист По этому поводу я достаточно много читал И мне очень многое нравится Но есть определенная категория людей Которая Которая Выпив полторы минуты Парфина Выходит На улице и кричит Мы будем называть дзен буддисты Дао Выраженное словом Не есть судь дао Ну и так далее Эта песня посвящается именно ему Я ни в коей мере не хочу Затронуться в религиозные чувства буддистов Мне это все очень интересно И во многом это справедливо Но песня посвящена определенной категории людей Здрасте Я родом из Бобровойска Я в городу По вашему это будет учитель Я сейчас вам расскажу О смысле жизни В этом смысле я профессионал А не любитель Эй ты там на седьмом ряду с портретом Ну че-то лишь из горла щас дам стакан Вернешь с глоточком Ну вообще лучше бы ты послушала Че те люди умные говорят Пока сам не шибко пьян Для начала маленький экскурс в историю А к практике мы перейдем потом Так вот с этого началось те самые денечки Когда Иисус Христос сказал впервые он И Будда этот парень тоже был из наших Он выпустил приказ Всем всех любить Носить усы, бороду и хайер под длинней А на войну ни в коем разе не ходить Сейчас приступим к самосозерцанию И у кого с собой лотос, а ну садись к нему Герла, давно пора уже и знать, что лотос Это такой цветок, а не стиральный порошок И если у вас с чего это нам не так То медитация уж расположит вам Чувак, я ж ты говорю медитация, а не мастурбация Ну ты в радуре и даешь тра-тра-ра А теперь послушаем малость святой музычки И душами совместно воспарим Я вам поставлю Юрия Морозова Он вроде Кришна, всеми отчетно любим Но лучше пора углубляться и в себя Однако не слишком далеко Потом нужно будет вернуться обратно Не стесняйтесь, почем зря выходить в астрал Встретите там Нирванну, скажите волну Здрасте, очень приятно Приступаем к уроку дзен-буддизма А ну-ка изо всех сил уврежь соседу по зубам Дэву-лява врубайся Вот оно, просветление-то Просекли от-то, лижут по глазам Да, ребята, мирный буфет плавник ухры-мухры Вот ведь все-то Шкарисон Тот же самое говорил, говорил А ну-ка все хором затянули Харе Кришне Да и возлюбили друг дружку со всех сил А ну-ка хором, ребята, Харе Кришне Харе Кришне, Кришне, Кришне Харе, харе, хоп-хоп Харе, Раме Харе Раме Харе, Раме Раме Харе, Харе, Кришне Харе, Харе, Харе Эх, чего-то опijнул Харе Раме Что ты говоришь? Кто такой Юрий Морозов, это известный или нет? Нет. Это есть ленинградский музыкант, я ничего не хочу сказать о нём плохого. Спасибо. Но он уж такой уж, у меня масса знакомых, которые его страшно любят. Он такой гуру. Кондовый. Очень кондовый, да, который любит рассказать о смысле жизни в своих председениях. Кондовый. Кондовый. Ну, мы потом. Я не знаю. Вот, мне это несколько чуждо, я всегда был… Нет, не Юрий, а Александр Морозов. Я всегда был несколько чужд какому-то такому менторству в песнях, поучительству, морализаторству. А вот у Юрия Морозова это присутствует в полной мере почти везде. Я не хочу обидеть эту песню, но вот я его умил очень не зря. Ну что ж, поехали дальше. Песня тут, которая посвящается одному моему очень хорошему приятелю, очень старому, знакомому. Даже можно писать в честь и другу. Он не знает, что это. Песня посвящена ему. И, в общем, слава Богу, что я знаю. Ты придёшь ко мне ровно в полночь, разбудешь мой спящий звонок. Ты скажешь мне, какая чудесная ночь? Я отвечу, да, но я одинок. И я заварю тебе свежий чай и достану из бара вино. И выключу свой телевизор, не успев досмотреть кино. Мы будем говорить о прекрасных вещах, играть словами как в бильярд. И ты построишь мне сотню воздушных замков и один небольшой собак. Но я знаю, я знаю, мне нельзя винить всем твоим словам. Слова для тебя значат больше, чем дело. Но это ничего. Я грешил этим сам. Ты скажешь мне, что жизнь – это великая вещь. И выдашь семёрку за туз. И я тебе сыграю в сумму рок-н-ролл. И я тебе спою новый блюз. И ты, конечно, конечно, похвалишь меня. И я тебе в ответ улыбнусь. Я знаю, нам трудно понять друг друга. Но ты бежев, и я не тержусь. И когда за окном забрежит рассвет, я скажу, не пора ли нам спать. И я постелю себе на полу, а тебя уложу на кровать. И вот, когда, наконец, я засну, уняв предрассветную грошь. Ты встанешь, ты улыбнёшься, как ангел. И вонзишь мне в спину свой нож. И смотришь слезвую кровь, ляжешь спать. И во сне ты увидишь себя. Утром я встану первым. Я приготовлю кофе и торт. Я поставлю Роллинг Солнц. И тебя разбудит бодрый мажорный аккорд. И выдавь свой кофе, ты куда-то уйдёшь. Махтов мне на прощанье угодный. А я отмою с маркетом кровь. И обрету свою душевную и такую. Так что-нибудь повеселее хотелось бы спеть. Как-то у меня больше грустных песен, почему-то, чем весёлых. Хотя есть и те, и те. Ты всех усыпил. Такая песня, которая в оригинале, то есть как мы исполняем обычной группой. Это такой жёсткий рок-н-ролл. Может быть даже в стиле Солнц. Причем я её вспомнил. Ну вот, по одному играть. Сложным я попробую. Меня всегда обвиняют в цинизме. На самом деле, песня... У меня девять десяток песен, песен о любви к женщине. Может быть, песня о сострадании. Вот эта песня о сострадании. Ну вот, по одному игре. Я удивляюсь тому, что ты не понимала, Что каждому из них ты раздавала себя. И твоя квартира похожа на отель. В ней есть телевизор, в ней есть постель. Но ты знаешь, хочешь вери или не верь. Но первое, что каждый замечал в ней – это дверь. Все те мужчины, которых ты знала, Рано или поздно бросали тебя. И до последнего момента ты не знала, То, что у каждого из них есть своя семья. И у каждого из них был свой собственный дом. И каждого из них ты считал рабом. И ошибку свою ты замечал лишь потом. И в конце концов, каждый из них стал твоим врагом. Все те мужчины, которых ты знала, Рано или поздно бросали тебя. И каждый из них хотел так мало. Но каждый хотел что-нибудь для себя. Для одного ты должна была знать. С Бон Джови для другого. Кто такой титул сам? Третий то и дело. Лес к тебе побьют. Куча твердых ранил. Залезть к тебе в карман. Все те мужчины, которых ты знала, Равно или поздно бросали тебя. И вот пора опять начинать все с начала. Пора опять начинать с нуля. Ты покупаешь новый маникюрный набор. Ты выметаешь из избы весь свой старый ссор. И предвкушая свой грядущий фурор. Ты, сушный цель. Новый боевой узор. Вперед! Все те мужчины, которых ты знала. Все те мужчины, которых ты знала. Я обещал длинную песню. Длинная песня будет немножко попозже. Сейчас будет песня покороче. Такая, несколько печальная. Когда я впервые пел в Москве, все люди очень смеялись над названием. Хотя, на мой взгляд, нет ничего смешного. Эта песня называется «Одорванная комната». Ванная – это место, где можно остаться совсем одному. Сбросить груз с завод, прославить их в воде. Дверь сберта, и сюда не войти уже никому. Ты, наконец, один в этой белой пустоте. Ванная – это место, где можно раздеться совсем до нога. Вместе с одеждой сбросить улыбку, ложки, честь. И зеркало твой лучший друг плюнет тебе в глаза. Но вода все простит и примет тебя таким, как ты есть. О, Боже, как хочется быть кем-то. Миллионером, гром-звездой. Святым пророком сумасшедшим. Или хотя бы с одним собой. С одним собой. Ванная – это место, где так легко проникнуть суть вещей. Поверить, что ты знаешь, где правда, а где ложь. А главное – никто не видит, чем ты замен здесь. То ли видишь вены, то ли просто блеешь. О, ванная комната, пою тебе хвалу. За простоту, за чистоту, за было и за душ. За все прощения, за воскрешение, за очищение наших душ. Вот, есть такая баллада. Она, в принципе, рассчитана… Там гитары вообще не должны быть. Это клавишные инструменты, что-то типа органа, желательно духового органа классического. Ну, там, ну, худой, конечно, синтезатор. И хор. Есть такая запись, она, на мой взгляд, не очень плохая. Ну, коль скоро ни синтезаторов, ни органов, ни хора нет, я попробую один. Я очень давно не пел эту песню, боюсь, что что-нибудь получится не так. Мария, я что-то не вижу. Нимба над твоей головой. Наверное, мне будет неловко, Если меня встретят рядом с тобой, И все это кажется странным. Но, как говорят, солярия, когда-то я был Готов отдать все за те твоей любви. О, Мария, лунный свет в твоих глазах. Я сдался тебе, хоть ты не успела объявить мне даже шаг. Мне трудно говорить. Возьми мои письма, прочитай их и порви. А когда бы я был готов отдать все за те твои любви? Ты знаешь, я понял однажды, что я не был никогда отважным, И каждый час я ждал новые виды. И хотя в тот день дождь прошел дважды, Я умирал от жертвы, но она, она дала мне то, что чище самой чистой воды. О, Мария, меня любит другая. Поверь мне, я не жучу. Ты всегда знала, что мне нужно. Она знает, что я хочу. Она сняла улицы с моей короны. Она сказала мне, живи. А когда бы я был готов отдать все за те твои любви? Мне говорили о тебе так много, но я был к тому готов. Пусть их, пусть тебе говорят, ведь они знают столько слов. Они там часто открывают дырты и извлекают языками звук. И что иногда я завиду глухневым, обискающимся с помощью рук. О, Мария, светлый ангел забытья. В моих ушах звучит симфония для двух хоров шоссе и дождя. Я ухожу, и я уже не вернусь. Зови или не зови. А когда бы я был готов отдать все за свет твоей любви? Да, я просила, могу сказать, что совсем никакого. Это что? Это если будет дождь? А, если будет дождь? Нет, это уж. А сладкое. А, ну ладно, вот это я попробую спеть. Тоже мы очень давно не пели, мы ее в последний раз играли. Именно всей группой. А когда я знала? В Севастополе. Здесь пластинка есть. В Севастополе мы ее играли только потому, что нас местные фаны так просили, что просто было бы не отказываться. В принципе мы давно не играли. Мне очень польстило мнение Бори Гребенщикова, когда он назвал эту песню энциклопедию петербургской жизни. Если учитывать, так сказать, комоде слова. Селездо так вот. Было крайне интересно. Сладкое «Н» это никакая не «Анна» англоязычная. Это такое вот «Н». Такая прекрасная незнакомка имени товарища Блока. Я проснулся днем, одетым в кресле, в своей комфорке средь знакомых стен. Я ждал тебя до утра. Интересно, где ты провела эту ночь? Моё сладкое «Н». И кое-как я умылся и почистил зубы. И подумав, я решил, что при сумнелении я вышел. И пошел, куда глядели глаза. Благо, было светло. Благо, был уже день. И на мосту я встретил человека. И он сказал мне, что он знает меня. И у него был рубль, и у меня четыре. В связи с этим он купили пить бутылки вина по старым ценам. И он привел меня в стратные гости. Там все сидели за покрытым столом. Там пили партейн. Там играли в гости, так все называли. Друг друга говном. И кто-то, как всегда, нёс мне чушь на тарелках. И кто-то, как всегда, проповедовал цена. Я молчал, глудунул. С кем я где-то провела эту ночь? Моё сладкое «Н». Не принимая участия в общем веселье, я забился в кресло. И подтягивал ром, тогда он ещё продавался. А люди приходили, и опять уходили, и опять посылали. Гамцунга, страна, мои дамы были. Довольно любезны, я на весь них пыталась Заглотить меня в билет. А я молчал, петь к нам и думал, С кем я где-то провела эту ночь? Моё сладкое «Н». И я ползал на себя, и я ползал на вечер. К тому же с трудом обыскал свой сапог. И хотя меня плак просили остаться, я решил уйти. Хотя остаться мог, и когда я вернулся домой, Ты спала, но я не стал тебя бдить и устраивать сцен. Я подумал, так ли это важно? С кем я где-то провела эту ночь? Моё сладкое «Н». К сожалению, эта гитара катастрофически и криминально не строит. То есть ей это, по-моему, сроду было противопоказано. Ну что ж, я попробую сейчас спеть очень длинную песню, Которую я в некоторой степени даже горжусь. В ней изначально было куплетов 28, осталось 15 слов. Но они все длинные. Если я, опять-таки, еще раз прошу прощения, Если я что-то буду забывать. Этот город странный, этот город непрост. Жизнь бьет здесь ключом, здесь все непривычно, Здесь все вверх ногами. Этот город сумасшедший дом, Все лица знакомы, Но каждый играет здесь чужую роль. Для того, чтоб хоть что-то во всем этом понять, Нужно знать тайный пароль. Я приглашаю вас побродить вечерок Срез площадей, домов и стен. Лучше раз увидеть, чем стонас услышать Свонок! Уездный город Н! Смотрите, вот леди Макбет, Шатаясь, ввалилась в кабак, Привезав педиатра Фрейда В очередное из пьяных драк. Король арку с друзьями за круглым столом, Как прежде стучат в домино. А папаша Бетхоен ловает свой блюз На старом разбитом фону. Он сет и беден, как церковная мышь, Он не смог избежать перемен, Так как, да, он был королем рок-н-ролла Уездного города Н! У столики бара Ромео курит сигару. Допив апперитив, он поведет Свою подружку Джулетту в кино На новый модный детектив. В его кармане фляжка, но не с ядом, с коньяком. Попроводил Джулетту в кино, он Домой он поспешит в публичный дом, Которым заправляет никто иной, как маркиз де Сан. Поклонник секты Цен, он Самый галантный кавалер Уездного города Н! Вот Горголь, одетый как Пушкин, И спешит он, как всегда, в казино. Но ему не пройти через площадь, Юрий Цезер там снимает кино. Он мечется среди камер, Он сжимает мегафон в руках, А суперзвезды Яр и Мария Гри Снимаются в главных ролях. Но вот дана команда Мотор И оператор Раден Приступает к съемкам сцены номер семь На главной площади города М. Папа Римский содержит игорный дом, По вечерам здесь весь свистший свет, И каждый раз перед тем, как начать игру, Здесь читают вслух ветхий завет. «Меда, месье, ваши ставки!» Кричит группье, Оденый в черный фраг. На красное двадцать тысяч Отвечает Иван Дурак. Он известный фальшивый монетчик, Его сообщница Софи Лурен, А не лица правил преступного мира, Уездного города М. Волосатой малой торгует овец, По этой части он спец, Он главный компаньон коммерческой фирмы, Иисус Христос и Отец. Его дела процветают, И от того жестокий сплин Владеет главной конкурирующей фирмой Под названием Иван Грозный Сын. На бирже творится, Чем-то знает что, Но за стабильностью цен Следит Пол Макарни, Финансовый гений, Уездного города М. Родион Романович стоит на углу, Напоминая собой Нотр-Дам. Он точит топоры, Он правит бритвы, Он охотничь до престарелых дам. Он с интересом наблюдает за дракой, Это наш молодежный герой, Опять затеял битву с дураками, Но бьется он сам с собой. К нему подходит Джордж Санд, Одетый в смокинг, И шепчет, Я Шопен. За ней следит Оскар Уайлд, Шеф полиции Нранов. Уездного города М. Лев Толстой врал яму, Залез в нее, И отказался наотрез вылезать. Он поносит всех оттуда, Такими словами, Что неловко их повторять. Наполеон сладко продает артина, Медали и выцвет шестяк. Ван Гог хохочет, Нет, ты не император, Я знаю, ты просто коньяк. Но я возьму весь товар, Правда, только на вес, И он достает без смен. В это время луна, Как ржавый такс, Встает над городом Энн, Диаген зажигает свой красный фонарь, На панели уже стоят Флоренс Нейтингейл И Мерлин Монроу, Разодеты, как на парад. К Джако Лунзе пристали В казану Распеле. Мадам, разрешите наш спор, В чем смысл прихода бодисаттву с юга? Мы не можем решить до сих пор. А идите вы к бою со своим бодисаттвом, Говорит, отвечает Джаконде, Садится в свой Ситроен, И, улыбаясь, исчезает в лабиринте улиц У ясного города Энн. Таксист Харон, Выключая счетчик, Говорит, а вот и вокзал. Его пассажир Эйнштейн в смятенье, О, я чуть не опоздал. Он подбегает к кассе И бросит на пригородный поезд билет. Но кассирша Эдиду Пьера отвечает, Билетов нет. Анна Каренина просит всех Покинуть Сберон И не устраивает сцен. Все равно поезда Никогда не уходят Из уездного города Энн. Три мушкетера стоят у пивного ларька, Когда к ним подходят, В дартам яму. Он небрежно одет, Плохо выберет, И, к тому же, Заметно пьял. На вопрос «Не желаешь, я жас ли еще?» Он отвечает «А, мне все равно». В этот миг за спиной Они слышат скрипти, лени и крики. Но это Маяковский в желтой кофте, Доходящий ему до колен, Везет пятнадцать мешков моркови На рынок города Энн. Архимед из окна кричит «Эврика!» Но мало кто слышит его. Все прохожие смотрят На милую даму, Приезжающую мимо в Лондон. Это Мария Медичи, И служит она медсестрой. А сейчас Она торопится к Джозефу Сталину, Чтоб вылечить ему геморрой. Но чтобы она Не прописала ему Мышьяк или бурьен, Вскоре станет еще одной могилой больше На клубище города Энн. Дом Жуан читает серию лекций О дружбе и о любви. Вокруг него толпа, И в ней, среди прочих, Спиноза, блок и доли. А вот и Золушка, милая девочка, Как, ну как она-то, оказалась здесь. Она так устала, она запыхалась, Ей некогда даже тресесть. Она когда-то мечтала стать балериной, Но ей пришлось взамен Каждый вечер подметать тротуары улиц Уездного города Энн. Вокруг происходит так много всего, Что я не знаю, что еще показать. Поверьте, я мог поговорить часами, Но, пожалуй, пора кончать. Пора садиться на наш корабль. Кавалеры, пропустите дом! В гостях хорошо, но дом это лучше. Итак, нам пора богомаром Равномерно размещайтесь в каютах, Иначе корабль даст крен. Я надеюсь, Остались довольны прогулкой По славному городу Энн. Ну и такая прощальная песня. Прощай, детка, детка, прощай. И на прощание я налью тебе чай, И прозвоню по телефону, Закажу тебе авто, И провожу тебя на пире, И подам тебе полито, И поцелую, Не взначай, И прошепчу. Прощай, детка, прощай. Оу! Ты так очаровательна, И не скучна ничуть, Но мы устали друг от друга. Нам нужно отдохнуться, Накрась поярче губки, И подвидеть глаза. Надень мой старый макинтош, Возможно, будет гроза. Живи же хорошо, Не скучай, Но пока Прощай, детка, прощай. Оу! Ты так очаровательна, И не скучна ничуть, Но мы устали друг от друга. Нам нужно отдохнуться, Но, как раз, Эээээээ... Ну вот что ты забыл о пись? Я же предупреждал, Что не забыл. Я сразу прибегу к последнему гуке. Я спел тебе все песни, Которые я знал. И вот поют последние, Про то, что такое очень мало, Про то, что по одному бесплатно, Что лучше быть вдвоем, Но я разбит и так и слаб, И я мечтаю об одном, О чем попробуй угадай, Оу! Ты права, что ты сказала мне, прощай, дедушка, прощай. Вот как бы, наверное, и все на сегодня. Вспомнил Алеша Дмитриевича. Ой, это мой любимый человек. И мой, и мой. Я его обожаю, я имела счастье с ним провести вечер. Правда? Да. Это волшебничное. Ну что вы, маэстро. Не сомненно. Я не сравнюсь с ним, но это песня из его репертуара. Я милого узнаю, да, по-рубке. Он носит бэкэ, рэээ. Да что ты! Он шляпу-шляпу носит, аля-па-па. Ботиночки, он носит мари-ман. Что ты говоришь? Он шляпу-шляпу носит, аля-па-па-па. Ботиночки, он носит мари-ман. Зачем я вас, родники, уснула? Эх, зачем, зачем я повстречал у вас? Что ты, я раньше, раньше, эндоват не знал. Теперь же я страдаю всякий час. Что ты, я раньше, раньше, эндоват не знал никогда. Теперь же я страдаю всякий час. Мой мальчик уехал, не вернется, не вернется, уехал. Вечно, навсегда. Эх, в Нью-Йорк он больше не вернется. Опа! Оставил одну карточку свою. Оставил одну карточку свою. Для нас. Салешей? Салешей, да. Нет, нет, правда. Я выпивала, я не только служу, как он выпил, я сидел с ним выпивала.